тебя вот и тебя запустила сейчас будешь на вопросы отвечать а кому они есть ко мне короче меня меня муж заставил сейчас выйти прямой эфир быть блин хотел сесть на зефир она у нас с ногой перемотанной у него короче слушайте мне надо опять ей наверное не что-то спадает у нас короче у собаки ты чё там худенький у меня о привет из чикаго хай чикаго хава ю да ты знаешь но так на очки щас на надену хорошую желать людям не интересно что тебе какая разница ну давай я тебя будут показывать лучше сейчас будут в эфире убавляться люди как увидеть тебя скажет что вообще тут кто на волжен и потом приехали с волжен собак у нас начала хромать вот тоже прикол кстати короче собак были чет я никак не не усядут никак я не улягу чтобы нормально дать это нафиг короче сам факт что вова поехал собака пошел в больницу собака начала хромать то есть стал на трех лапах у нас ходить буквально то есть мы приехали с волжена переночевали с утра у нас собак стал инвалидом лоба ехала с ней пошел верный в больницу у нас тут вот напротив клиника никого вот кстати все сделайте выводы они посмотрели сделали вывод что собаки над худеть это горта на вас толстая и чё сказали они на ногу что да не знаю что они сказали надо похудеть собаки горт но в результате чем мы уменьшили граммовку еды на принципе нам правильно сделали потому что может быть и перебарщивали потому что собака я маленько все хорошо короче факт что вова к нему тут ходит массажист и массажиста у массажиста есть такие очки он еще мало того что массаж делает массажист он делает ему еще вену там уколы короче капельницу ставит вот и массажист массажиста увеличительная маска такая есть вовы и вчера дел или позавчера да и рассмотрел что оказывается у собачки поранен ноготь то есть практически сломан вот как у людей бывает что ног сломается вот где-то здесь вот и сам факт что у собаки то же самое то есть я не знаю почему в больнице не увидели вот этого всего дела это что-то странное давалось чё за вообще маразм ну короче вот мы собаки замотали дали обезболивающее замотали ей пластырем лапку вот она у нас лежит обезболивающие у нее лапка и короче она такая груза вы знаете мне кажется у меня дело вообще мне кажется у меня на что-то аллергия слезятся меньше я поменял тушь слезятся глаза меньше но все равно слезоточение продолжается но скорее всего от аллергии вообще-то быстро и не избавишься то есть тушь я поменяла а вот вова говорит на чё да фиг его знает хватит ногу чесать в прямом афере отчет глади так новые тени так как мне новые тени да я хвалился то что я купил новые тени не очень вот smashbox палетка лучше пусть она не такая красивая пусть там меньше тонов а чем она лучше они на не практически тени не осыпаются вот то новое то что я купила палетку то на шикарная но я все их знать как крашусь я сначала ношу тональный крем на лицо да потом брови губы и в последнюю очередь глаза и вот сам факт что когда глаза я начинаю красть новыми тенями они у меня осыпаются сюда эти тени есть такой чуть-чуть осыпаются smashbox вообще не осыпается и соответственно у меня получается макияж нужно подправлять то есть под глазами становится как какой-то прям черная так сейчас он сам ответит володя метр семь шесть когда и по стране уже кажется кажется может на крем кремом стараюсь тоже сейчас разным кремом стараюсь смазать лицо вот сейчас смотрю короче у меня было знаете очень долго у меня была аллергия сразу скажу на очень дорогой такой принципе мне он нравился этот крем крем назывался bio performance крем от шоссейда классный крем на него у меня оказался аллергия и причем знаете спустя пять лет после того как я им активно пользовалась то есть я как чуть не обращал внимание потом пошла на процедуру и у меня какая-то новая была процедура и сам факт что у меня был такой слезоточение просто капец и вдруг я не знаю что от меня осенило что скорее всего у меня на это крем от шизейда вот у меня вообще сильнейший болят была аллергия так зачем я ходил к стоматологу рассказать что у меня какая-то рожа такая слишком крупная да так короче рассказываю про стоматолога как вы знаете да я хвалилась то что я поставил виниры сейчас определите какой они сейчас зуб зарплате мы никогда никого какой у меня зуб сейчас пластмассовый короче факт тот что у меня после установки венеров вот на это за у я образовалась темное пятно я честно говоря подумал что этот кофе или от чая то есть потемнел зуб выяснилось то есть я позвонил врачу когда у меня не получилось его очистить то есть я и соды очистила и зубной пастой и зубным порошком короче зуб у меня нифига не очистился абсолютно то есть темное пятно как было так и осталось и я скинула врачу фотографии видео слушай год приходи скорее всего это зуб просвечивает через винир так оказалось и вот я записалась к врачу очень тяжело попасть врач вообще просто от бога вот андрея горячиной короче сегодня вот мы с ним два часа он мне сточил этот винир подточил чуть-чуть зуб и поставил мне вот времянку на такая пластиковый и на следующей неделе то есть мне уже изготовят другой винир и соответствую мне его установить все это бесплатно перед да он сказал все сделал то есть все же то есть он не снимет времянку и поставить винир вот вот так шизе да да шизе да убил перфоманс вот мне очень нравился этот крем но вот я не знаю почему то есть может быть вот как раз который я купила вот может уже то что я его где-то покупал раз в четыре месяца банки мне хватало мне очень он нравился и вот я знаю мне подруга одна до сих пор пользуется этой маркой очень очень довольна ой блин оденку я очки наверно ни хрена ничего не вижу и кстати вот наверное с глазами мне нужно заняться с глазами мне каждый день теперь мама моя напоминает говорит так ты ходила ты записал кто записал что записал с глазному короче скорее всего мне все таки нужно будет опираться вот такой мне маникюр вообще прям балдею от него вообще да согласитесь ту 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 так как стать на другом пальце у меня вот смотрите чуть-чуть по-другому сделано то есть усыпанно еще и этими как они называются бутоньерки такие беленькие привет на бузову идете ой да приезжает бузовая мне юля сказала саратов приезжает бузова но я чуть не знаю честно говоря я не поклонится бузовой вот поэтому скорее всего не пойдем не наверно в ледовом дворце спорта креста так будут хорошо расти я делаю мезотерапию кожи головы вот я что делаю продала свою марку тени кэтфон и теперь у нее новые хозяи возможно поменяли формулу худшие стороны да вот фиг его знает но вообще косметика такое дело все равно как бы вот я не пробовал да эти тени там в магазине то есть я обычно все равно в магазине что я делаю это прям сто процентов то есть я выбираю себе там допустим косметику я с этой косметикой подхожу к столу где ее можно наносить ну то есть стол для макияжа и я в магазине ту косметику на себя соответственно ношу и смотрю то есть это я все сделала выль до баттей я купил эту палетку то есть мне все понравилось девушки женщины и мужчина тоже я эту информацию всю подробно рассказываю в марафоне стройности а то есть не имею права вообще разглашать потому что у меня люди участвуют марафоне стройности и соответственно марафон стройности платной вот поэтому если я все будут тут рассказывать в основном аккаунте то соответственно у меня тогда смысла никакого не будет в марафонах вот информацию о печенье дорогие сразу скажу маленькая банка баночка стоит порядка 400 рублей не каждый может это себе позволить я покупаю их не так часто вот потому что дорого то есть в магазин этот я иду с маленьким пакетиком выхожу это 5000 рублей вот то есть стараюсь все-таки не злоупотреблять я считаю что продукция дорогая и всеми рецептами всеми своими находками наводками я делюсь марафоне стройности хотите все узнать более подробно участвовать у меня в марафоне стройности и там я все рассказываю показываю скажу так не обижайтесь на самом деле но это дарновки данных какой вам цвет подобрали зубов очень белый красиво смотри спасибо большое обличь один то есть самый-самый белый я очень честно говоря переживала за то что как это все будет смотреться мне не хотелось чтобы это смотрелось вот не натурально получилось все отлично то есть я очень довольна раз во вторых доволен мой супруг вов ты расскажи ты доволен моим зубами но ты чё все молчишь я не пойму ты чё думаешь и сказать да я про свои спрашиваю вот я вову никак не уговорю потому что врачи мало того что он виниры еще ставит да он занимается еще имплантами вот он гуру имплантологии вот то есть врач от бога на самом деле то есть вот я сегодня ходила я спала пока мне два часа вот то стачивали винир делались лепок то есть я практически продремал эти два часа на кумысу пойдете на лыжи ой не знаю даже а во сколько мы завтра встречаем с шарами три часа три часа 10 массаж 3 сеанс не знаю как завтра будет погода у меня завтра в 9 утра тренировка в тренажерном зале вот вообще хоть хочу 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 но не хочу наверное это выходные делать там если завтра будет классная погода там будет народ просто не протолкнешься не пропихнешься вот поэтому не знаю что сказать вот это вопрос есть но ты мне читает так так ладно так как так стоматолога штунь штунь андрей игоревич так да работа идеальная причем вот я работа очень красиво да мне нравится и вот вы видите да вот этот зуб вот он не сегодня снял вот этот зуб это временное у меня сейчас стоит он пластмассовый этот временной остальные все вот видите такие прям белые но в принципе если допустим кто мне сначала сделали конечно временное и вот они у меня были вот такого вот цвета все смотрелось очень натурально очень натурально но все равно было как-то ну но натурально короче вау эффекта не было и вот походив наверное с временными я поняла что внуки не а чуть будете стопроцентно конечно буду об чуманом это уже подготовлю для вы знаете хочу сказать сегодня вообще такую глупость написали володя сейчас вот я на него переключу до прям полнейшую глупость гортвы чете написали что у вас некому любовь отдать да вот вот с этой собачкой дай бог вам внуков и и просто так а вот нам сто лет да и мы сидим у нас не детей и не внуков не предвидится и вот нам да дай бог вам внуков такой бред вообще конечно мы собаку любим и я думаю что мы не одиноки в этом кто любит собак и причем тут тип того что то есть если у нас волос появится с тобой внуки дата мы тогда собаку выкинем наверное так да типа того то есть зачем нужна собака если появится внуки я думаю что одно другом не мешает внуки у нас однозначно будут когда-нибудь дикого желания такого внуков нет абсолютно вот молодые жениться вообще абсолютно не за того что невеста беременная сразу вам скажу вот просто жениться из того что хотят пожениться любят друг друга и все вот поэтому вот так а когда будут внуки вообще не загоняюсь конечно я буду нянчить а может выбрала свадебное платье нет пока не выбрали поедем москву да вы будете супер бомбически бабушка и дедушка фамилия этого стоматолога что он так да 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 наверное со стамбула нифига себе кстати задумка есть съездить в стамбул вообще есть такая задумка слушайте если вот мы туда поедем на скорее будет скорее всего и будет на следующий год если вы так еще останетесь моих подписчиках мне было бы очень интересно чтобы вы показали стамбул нам так сказать со стороны жителя конечно далеко тысяч километров мы просто в рексуса премиум едем отдыхать на майские праздники вот володь сейчас спрашивает а от рексуса далеко до далеко также как от саратова до москвы да очень далеко поэтому смысла нет никакого вот ой тут у меня такая вот лампа мне помогает вести прямой эфир вот так ну что еще что еще это вопрос свадьбы худеет нихера у них нет никитос чет как след с марафона что-то на чем расслабился свадьба 25 апреля будет свадьба 25 апреля а вот так вот наверное не лучше будет вот так вот удобнее вот свадьба 25 апреля то я сижу сейчас на диване а в какой рик с моей рексус премиум белек да уже народу слишком много едет а народу много едет вам волнительно перед свадьба чё нам полного нет абсолютно свадьбу в какой пост 25 апреля пост уже закончится на следующий день будет красная горка какой пост что планируете подарить детям на свадьбу любовь нет у нас есть конечно в планах подарить очень хороший нужный подарок ой так но ты мне тогда читаешь вопросу да и у меня девятом да но почему именно ресторан веранда по каким критериям но во первых мне нравится в ресторане веранда кухня нам очень там нравится кухня во вторых мне понравилось то что они нам предложили по цене будет стоить две с половиной тысячи на человека то есть мы можем заказать 200 тысячи на человека и больше ни за чем и не платим все то есть не за какое обслуживание мы не платим не за не за какую аренду мы зала не платим потом то есть в загсе они будут которые находятся рядом свиста с рестораном веранда в десяти минут ходи бы по улице волшская ресторан веранда нам сам нарядит зал то есть нам не нужно будет заказывать никакие чехлы на стуле никакие скатерти там есть полностью световое музыкальное оборудование там есть телевизор ну короче ресторан веранда нам очень нравится и самое главное что там шикарная кухня отличное обслуживание как раз зал такой очень уютный зал и как раз вот на то количество людей которые нам и надо у нас человек 70 будет наверное народа вот и поэтому соответственно мы выбрали вот ресторан веранда исходя из этих критерий я хотела еще а я узнавала сейчас скажу я узнавала стоимость торжества ресторан словакия там большой правда зал сказали так 3300 на человека плюс об 10 процентов за обслуживание и плюс еще аренда зала то есть подумал что вообще что куку и в принципе там такая совдеповская обстановка поэтому что-то я такая быть и вот она бедненькая спит наверно обезболивающее все-таки с этим вот да с сонным эффектом свадьбу покажете ну конечно покажем тут вот сидим сейчас телевизор смог нет но покажем по по максимуму мы конечно покажем ну то есть у меня будет да выбрали ведущего денис висков у нас будет ведущий на свадьбу мы его видели в деле мне он очень нравится вот эту ведущую фотографа выбрали ада фотографу тоже я выбрала вот вернее не я мы вместе с невестой выбирали потому что самое основное у нас будет все равно выбор за так сказать за невестой а то что ей понравится она выбрала юля видеографа выбрала уже вот поэтому и теперь за ними заказ артистов то есть они тоже артистов будут подбирать таких каких они хотят артистов что квартиру мы сами все квартиру машину самолет пароход как раз что заработаем что такое 42 а но ты вот такой бреху на так ну ты читаешь вопрос нет ты чё там сидишь мышей да ты сидишь мышей не ловишь блин добытся вместе будете выбирать абрик будет фитнес-тур такой фитнес-тур нет в рексус едем не только мы с володей а едут еще люди людей будет много наших друзей то есть едут я так думаю что соберется неплохая компания но по крайней мере вот мы с володей а еще одна пара и еще одна пара уже три пары но не говори зачем ты сейчас говоришь короче пока три пары едут отлично отель alva donna езжайте останетесь довольны мне нравится этот отель мне нравится отель alva donna да хороший отель мы уже там были вот на четыре раза больше я туда не поеду из-за того что мне уже просто надоело какой смысл платить деньги за отель в турции который уже вот здесь сидит а мне очень нравится рикс из премиум а мне очень нравится вот я не была там и мы наверное вот поедем рикс премиум и заедем на вечер на вечеринку в отель адам и ева вот в парк легенд мы пойдем который вот принадлежит тоже сети rixos rixos легенд да 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 то есть там будут выступать тимати будет выступать мод будет выступать руки вверх короче походим на концерт а баста баста когда я смотрю на него я лишь то что она сам что самое необходимое он на гордонах не поняла на каких чайников не а тогда вам на гордонолыжке делать нечего скажу я так мы если я не научусь кататься на горнолыжку я больше не поеду все очень достаточно дорого горнолыжка все равно создан для тех людей кто умеет кататься я кажется получаю удовольствие от гор я обожаю гор но кататься я не умею так как мы поехали в сезон инструкторов там тоже не было ну короче лучше мы поехали все-таки на море давалось наверное получили бы больше удовольствия дураки что не поехали на море мы так сказать просто поехали за компанией как по ржундаю вообще отлично смотрите этот диван был сначала не бархатно этот диван был сначала шелковым было шелковая перетяжка но и соответственно мы ее у хайдок или потому что видите у нас тут собака с нами сидит и лежит да и ну то есть шелковая перетяжка у нас протерлась кое-где полопалась потерял цвет и мы просто вызвали мастера он нам вот перетянул перетянул вот такой вот тканью я не знаю как она называется бархат не бархат но это мебельная специально типа мебельного бар скажем да 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 отлично но вот смотрите вот володя сидит да то есть мы в принципе сейчас чтобы но как-то застилаем вот-то пледами красными ну конечно вот без этих пледов диван выглядит намного круче согласитесь да вот но хотите можете сделать хотеть не застилать почему бы нет не уходи побудь со мной на 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 так ну-ка-ну-ка-ну-ка-ну-ка ну ну ты покажись как-то похудел все похвали чем это не будет да володь ходит активно сейчас а прям отлично вот да так для так сейчас одену очки для повторного участия стоимость марафоне стройности стоимость 850 рублей и следующий марафон у меня будет только 9 марта и скорее всего вот он закончится с 9 марта 21 день и наверное где-то вот со 2 апреля начнется сразу следующий до володя отлично так по стране он прям молодец вот ну что я хочу сказать я на этом питании в принципе сейчас наверное как больше поддерживаю свою форму вот зумба вообще просто вообще мега-мега файда володя жжет зумба вообще крутая тренировка очень крутая но я честно говоря вот сегодня там было час я прямо так чтобы не носите не модно сейчас у меня висит шуба чет купленная почему брать шубки 265 тыс что лист канадской лице лаван не говорит на хера тебе говорит этот нужен в этот чет собака гордость какая собака белая канадская леса с питоном а ну вы знаете вот хочу сказать честно да я так думала в этом году соболе то есть в том году что-то я соболь соболь в этом году что-то я соболь и в результате я хожу вот в настиной куртки вот купил куртку черную да у насти випру кстати у меня на эти куртки заказов она горит у меня же 100 человек в листе ожидания на куртку вот и короче я хожу вот сейчас вот такая вот слякоть грязь то есть я прям радуюсь что я не купила на новый сезон не шубу не новый комбинезон наоми отшили новые горнолыжки такие но больше даже для города да красивые костюма вот я в москву приезжала смотрела значит около 100 тысяч рублей стоит 100 тысяч рублей стоит наоми комбинезон или костюм ничего сейчас показывать не буду шуба у меня висит в гардеробе кому показывать чтобы вы поверили есть у меня шуба или нет что ли вот и соответственно очень рада что не стала тратиться на вот зимний гардероб потому что зима отвратительно в этом году вообще отвратительная да а ее нигде нет володь не только в саратове вот и поэтому соответственно я тогда лучше чего-нибудь себе куплю из из гардероба на весну чем такое модное классное про кето диету я не диетолог сразу говорю я не вообще абсолютно не диетолог я не врач я никакой не нутрициолог смысле про кето диету вот я говорю еще раз то что я сидела мне 48 лет и я до 40 лет сидел на всевозможных диет по моему кето диеты и и она наверно только вот недавно как-то на слуху диеты дюкана тайские таблетки голодание детоксы а значит всевозможные диеты из книжек это моно диета то есть день на гречке а три дня на риме значит жиросжигатели таблетки еще я помню когда я только-только начинал заниматься это было разрешен был в продаже препарат с афидрином с кофеином то есть иголка в ухо но она принципе иголка в ухо я вставляла был шикарный специалист саратове китаец который эту иголку вставлял 21 день я сидела на соках потом я тоже пользовалась этой нашла хорошего специалиста пользовалась мне понравилось снижает аппетит для снижения аппетита что еще я прошла что еще я проходила но тайские таблетки я сказал короче всевозможные только-только какие появлялись новые диеты это все я знала и я это все пробовала а короче результат ноль полнейший но сейчас скажу сколько я лет сохраняю 60 уже не 60 59 год год у меня вес начал расти 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 как-то наверное вот тогда когда я пошла на курсы вот на это питание который сейчас я преподаю пусть наверное лет 6 тому назад год я обучалась потом еще я год обучалась уже более там как обучался для себя скажу так вот то есть я поняла то что я могу снизить очень комфортно свой вес то есть и он мне снижался до 56 килограмм и до 55 с половиной но удержать было очень все-таки тяжело только когда все равно с любого питания даже вот с этого комфортного которым я сейчас на марафоне если ты сходишь начинаешь пить алкоголь и пускаться во все тяжкие то однозначно вес все равно к вам вернется но вот так вот до 67 килограмм все-таки у меня не было никогда веса ой слушай я где про себя слышал сплетню что у меня был вес 120 килограмм что да да у меня у меня у меня что же я не сделать съемки когда я 120 весел на самом деле спасибо вот за кофе на самом деле у меня вес был сам максимальный от 67 килограмм и вот сейчас то есть у меня идут марафоны стройности который меня тоже мотивируют и вот где-то у меня 60 килограмм держит уже практически год не 60 59 скажем так вообще я хочу сказать что с возрастом все знают да что с возрастом очень очень тяжело не то что удержать вес а с возрастом тяжело не поправиться а чтобы похудеть об этом вообще не может быть и речи большинства да вот пожалуйста посмотрите владимир самый большой был вес мы тебя выставляли сейчас я на него переключу у тебя был самый большой вес но отвечай так 137 килограмм 59 у меня сейчас а у тебя сейчас 94 до почему стресс снижает вес я не знаю почему он у вас снижает вес с возрастом у людей стресс наоборот повышает вес потому что все на стрессе начинают жрать большинство с возрастом а я не специалист по питанию я вам сразу скажу мне не нужно задавать вопрос почему стресс снижает вес что такое кита диета абсолютно то есть у меня нет никакого медицинского образования у меня я училась для себя и питание вот который я изучила она работает на тысячу процентов даже не на сто на тысячу и соответственно я его адепт я поклонник этого питания я поэтому я его и пропагандирую скажем так то есть марафоном не обучающий я пропагандирую именно питание но в определенных количествах в определенных пропорциях вы ее сразу не за скажет у меня сейчас первого марафона чем-то ты понял вот 21 я до сих пор мне еще тяжело нет нет я пользуюсь а смотрите у меня просто марафона обучающие и соответственно то есть вот подруга моя и не одна сказал что есть первого марафона она в принципе много что не допоняла вот другая у меня подруга москвичка отличница с красным дипломом закончила институт и говорит слушай ну вообще горд все прекрасно то объясняешь вообще отлично горд я все поняла все делаю вот она за силу нежные на нижнее белье она ваша сестра похоже очень а кто это что-то я не знаю кто это то есть такая девушка продает нижнее белье моя сестра не знаю меня нет нет я не знаю мне нет сестры и ничего не могу сказать на эту тему брат родной у меня есть сестры у меня нет так так вы делали рекламу у нее я знаете узкий у кого делал рекламу практически у всех саратов я не знаю по поводу чего вы спрашиваете нет у меня нет сестры сразу говорю ну вот значит молодец а вообще то есть кто-то вообще и не понял и для кого-то открытие и со второго марафона что-то открывают для себя новое вот поэтому и я сама также понимаете открывают для себя новое вот спрашивают сейчас меня пройти про печенье я сама про них ничего не знала а опытным путем как-то вот наконец-то нашла вот эти вот печенье палочки савоярди конфеты вот а ты похудел сколько у нас на 11 до в итоге вот держишь вес все до молодец да 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 о на 18 ой так вот метод задает если у меня лучшая подруга да у меня есть лучшая подруга вот вернее лучший друг вот он стоит перед вами и вот у меня мамуля моя лучшая подруга я сегодня к ней вот наконец-то заехал в гости вот подруга вообще мне много приятельниц я общаюсь то есть у меня есть с кем пообщаться у меня есть подруги поэтому в принципе у меня все отлично в этом то есть я дружу женщинами с девушками честно говоря просто на дружбу тоже нужно время и к сожалению вот мне не всегда хватает этого времени чтобы пообщаться с подругами но в результате я все время это время нахожу и замечательно общаюсь с девчонками с фитнес туров от шипиловой мы вообще с ленком прям в засос марина пенза наташи газпром совсем прекрасно общаемся с викой дуденковой ну и вообще вот вы видите мы где где-то ну вот я надеюсь что в риг с премиум прекрасно проведем время и пообщаемся и вове будет с кем общаться и у меня тоже едет много девочек то есть вот так вот так питание очень комфортно и да до володя отлично похудел слушать но наверное я закончу эфир что ли я даже не знаю расскажите про последние купленные духи у нас с вами похожи вкуса духи бомбические мой блин забыла название то то там али больше что ли называются из последней коллекции вот что еще манталь я купила мне тоже очень нравится этот аромат монталь блин амбре амбра муск вот тоже неплохие духи очень похожи на молекулу вот сегодня я пользовалась молекула pink сегодня вот такими вот духом пользовалась да если у вас друзья семьи которые материально довольны менее обеспечены чем ваша семья но по моему разве обеспечен чем обеспечен мы работаем день и ночь мы вообще на какая нет я вот это вообще знаете я не понимаю вот этого до план того я никогда не смотрю абсолютно на с кем я общаюсь то есть для меня абсолютно не является никаким приоритетом для общения если человек обеспеченный то есть я могу общаться и вообще с необеспеченными какая разница то есть я не смотрю на благо состояния абсолютно вот вообще то есть если у нас друзья кто у нас какие обеспечены какие-то я не буду же говорить кто там у нас среди людей обеспечены нет есть вообще вот олигархи до который там ездят вообще по дорогим курортам hello раз в месяц блин мы себе такого не можем позволить вот есть и которые в принципе зарабатывают не очень-то много то есть для нас это абсолютно все равно с кто сколько зарабатывает мы смотрим на какие-то личностные качества людей и поэтому только из-за этого общаемся и все абсолютно не из-за того что человек там богатый или там супер богатый вот ну с бомжом же вы не будете разговаривать тут вы как раз здесь вы ошибаетесь а я вот общаюсь со всеми понимаете нет вот володя общаюсь нет но с бомжом это же бить не буду но общаться я с ним буду я задаю а вы общаетесь как будто с бомжом зачем нет бомжом я нет подожди и почему с бомжом я конечно же не общаюсь и никому не советую общаться с бомжом в плане того что основная масса бомжи все-таки основная масса это пьяница который спились и которые просрали вообще все что только можно хотя не факт я ни разу с бомжом не общалась после того как нас бомж чуть-чуть не избил во франции до в париже можно было такая история я вообще бомжей стараюсь обходить стороной и в основном это все-таки спившиеся люди или там наркоманы а с обычными смысле вообще то есть мы общаемся со всеми абсолютно со всеми и для меня вообще абсолютно нет никакой разницы я еще раз говорю сколько человек зарабатывать с бомжом общаться я не буду не да то есть его у нас вот допустим и работает на мойке и он умеет я вот может тоже бы стал бы за аппарат и все да да ой так много да 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 всем привет так как ты думаешь когда можно начинать сделать пластику на лицо ой когда можно начинать делать пластику на лицо но наверное все таки зависит от показаний раз и когда вам уже наверное то что на себя смотреть в зеркало вот тогда и нужно делать пластику я такого мнения придерживаюсь вот и все таки я придерживаюсь мнение того что тоже есть определенное время вот я читала много литератур на эту тему прежде чем решиться да на пластику и соответственно лучше делать до клеем до климакса скажем простым языком то есть что я уяснила лучше сделал до климакса дабы ткани быстрее все восстановится у вас то есть если вы сделаете уже в престарелом возрасте так сказать да то там уже все процессы заживления пойдут намного хуже скажем вот так вот поэтому то есть и каждый выбирается может быть у кого-то вообще нет никаких показаний к пластике а у кого-то есть когда если у вас нет показаний какой смысл вам ее вообще делать я думаю что тут уже как смотрится первое на свои ощущения то есть хотите ли вы допустим исправить что-то до что-то вас стало напрягать с возрастом и вы понимаете что это возраст но это вот провисание допустим овала то есть тогда однозначно нужно делать но я такая думаю что это все-таки возраст после 40 быть и после 40 лет возраст мне кажется до для пластики которая именно направлена на изменение возрастных каких-то изменений да конечно да мама называю вот а в плане того что вот у меня допустим у подруги у меня была близкая подруга в институте а у нее был просто огромный нос он и сейчас у нее остался вот огромнейший нос огромной и вот то есть она не сделала ринопластику и в результате она не вышла замуж я считаю что все равно вот нос вот мое такое мнение все-таки сыграл в этом роль в том что она осталась одинокая потому что нос и вообще просто был ужасен и сейчас он у нее есть я и правда уже год-два как не видела вот отличная отличная девушка хозяйка она вообще умница и соответственно спит и соответственно то есть вот родители должны были все-таки настоять на том чтобы ей этот нос скорректировать вот то есть если есть как у меня сестра кстати двоюродная которая живет в ташкенте троюродная у нее была вообще лопоуха из детства то есть вот такие вот были вот уши вот огромные уши вот такие вот и по моему она в 17 лет сделала операцию вот я считаю что такие операции пластические они показаны в любом возрасте то есть по идее тем более для девушки я понимаю что конечно если вас полюбят то должны вас полюбить такая какая вы есть но когда вы будете то есть если вы будете супер красоткой да то у вас все-таки кандидаты на любовь у вас будет их будет больше вот и у вас будет уже выбор допустим но я не знаю по крайней мере мое такое мнение я считаю что если у девушки у девочки есть какой-то такой вот ярко выражена недостатка во внешности который мешает ей жить да и строит дальнейшую судьбу я думаю что такой операции уже надо делать надо делать на самом деле и но это должны на этом еще все-таки нам настоять родители и дать какой-то совет может а может это не знаем пока ничего не планируем если честно скажу ничего не планируем бэкси где бэкси бэкси лежит сейчас я не переведу вот у него на ножка больная вот мои замотали ноготок и и бэкси бэкси лентяйка такая но она вот под действием таблетка обезболивающих вот поэтому я такая думаю что вот она из-за этого у нас тут такая грустная печальная он устал да честно говоря я сама устала меня он заставил выйти вот вот он вот этот вот владимир блин меня заставил выйти в эфир город давай выходи давай выходи мы сегодня честно говоря хотели вечером сходить в кино но приехали вот поели чет расслабились у меня завтра в 9 утра тренировку у володи завтра в 10 утра массаж дети придут завтра тоже на массаж 100 процентов 100 процентов 100 процентов конечно чтобы было перед глазами были успешные люди их пример вы будете к этому стремиться у вас будет какой-то может быть здоровый такой интерес достичь такого же что и ваше окружение если они там выше вас то же самое как до женщина общается с красивой подругой а я считаю что она растет сама в плане внешности это сто процентов то есть она тоже хочет быть такой же спортивной подтянутой такой же красивой вот играет поэтому соответственно я считаю что как нужно общаться вообще с людьми которые лучше тебя и от которых ты что-то можешь подчеркнуть лучше хотя я очень много знаю людей которые не хотят общаться с красивыми подругами которые не хотят общаться с успешными семьями из-за того что их вот просто съедает зависть они начинают завидовать и нет чтобы наоборот предлагать усилия может быть спрашивать каких-то но я не знаю не советов а просто брать пример с таких людей они таким образом не хотят потому что но я не знаю в силу причин каких-то не могут справиться нам со своей завистью я окружаю себя неуспешными я учился экономический институт я закончил саратовский вот сейчас там учится мой сын волосе закончила чего-то закончил академию правого владимир заказ закончил вот так наверное я хочу все-таки закончить эфир честно говоря я чуть так устала вообще зумба меня вымотала скажем так вот будет я часто выхожу в эфир так что если что то есть в принципе буду отвечать на ваши вопросы по мере возможности вот извиняюсь кому не смогла ответить но может быть кто вот задает один и тот же вопрос касаемо фитнес туров даже не хочу отвечать на эту тему это просто мне же надоело я уже тысячу раз отвечала и в тысячу первые отвечать не буду просто абсолютно мне это интересно фитнес-тур я пока никуда не поеду скажу вот так одним словом чтобы не обижать людей кто задает этот вопрос я поеду в отеле рикса с премиум у нас уже он оплачен вылет будет и саратова и будем и в рикса с премиум и отдыхать а с 28 апреля по 5 мая нет не знаю такую вы знаете я честно говоря мало вот так вот могу сориентироваться по имени фамилии да я ориентируюсь по внешности человека вот может быть и знаю такую честно говоря но вот имя и фамилия мне вообще сейчас ни о чем вообще не говорят напомните может быть что-то я и вспомню такого возраста начали заниматься собой и питание собой и питание 17 17 17 я начала заниматься собой усиленно тут 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 у вас на улице он и я вот я не знаю но по крайней мере сегодня вот меня одна девушка вот видела гордой написал я вот выставил сейчас в истории написала гордой а вот такая худенькая маленькая прямо вообще такая невысокого роста я горд вас узнал вот вышли мне на встречу нам написала так принципе часто ко мне подходит особенно в москве вы все время идите руку на что такое полезно смысле я все время ем руку лута мне писали что я все время ем макароны то мне все время писали что я ем курицу я вот купила руку лу три дня тому назад ем три дня руку луи у вас почему сложилось впечатление что я ем руку нет я я не делал альтеру я не делал никакой альтеру я ее хотела сделать но я заболела и поэтому мне процедура отменили то есть альтеру я так и не сделала и руколу я ем мне она нравится но ем я ее только три дня это только один прием пищи все она у нас закончилась поэтому теперь руколы пока не будет вот мы купили у нас теперь будут вот пока грибы то есть вот борща им каждый день а причем тут полезно я не пойму вот этого я ем абсолютно все что я захочу я не ем только полезное я ем вообще все продукты которые мне нравятся которые я хочу есть я не знаю может быть в рук или нет ничего полезного хрен его знает я ей вообще даже не делал проверку этим аппаратом как для выявления нитратов или там нитритов как еще люди ходят проверяют овощи фрукты аппаратом то есть 21 день у меня длится марафон и стоимость девятьсот пятьдесят рублей представляете что если вы простой человек хочу к вам марафон ой спасибо большое присоединяйтесь пишите мне в директ я вам скину описание марафона и 9 марта мы с вами начнем вместе марафон стройности вот так ну что я наверное с вами попрощаюсь я очень устала вот хочется и пообщаться и хочется честно говоря отдохнуть прямой эфир это все-таки дополнительная работа поэтому всем большое спасибо за вопросы извиняюсь кому не смогла ответить на вопросы вот всем хорошего вечера и завтрашнего отличного выходного дня у меня завтра будет тренировка с утра в тренажерном зале а если я смогу я вам что-то поснимаю покажу какие-нибудь упражнения которые я завтра буду делать у меня завтра будет в основном наверх корпуса будут упражнения вот всем пока волосе попрощаешься во всем пока всем пока